Вашему вниманию представляется доклад составского думена из редкометальных пигматитов Калмазерского литьевого месторождения. Литий достаточно широко применяется в различных отраслях промышленности и 56% литий идет на производство литий-ионных аккумуляторов. Прогнозируется, что к 2024 году спрос на литий увеличится в 2,5 раза. Спрос на литий будет расти за счет спроса на литий-ионные аккумуляторы. По прогнозам, к 2030 году потребность в литиевых аккумуляторах увеличится в 9 раз, преимущественно за счет роста выпуска электромобилей. Более 75% общемировых запасов лития заключено в литий-носной рапе соляных озер, порядка 25% в редкометальных гранитных пигматитах и лишь незначительная часть в редкометальных гранитах. Крупнейшие запасы лития обладают Боливия, Аргентина, Чили, США, Китай и Австралия. Среди месторождений редкометальных пигматитов наиболее крупными являются Гринбуш, Избекита, Вольтогранда, Кинсмаутин, Танко и Калмазерское месторождение. Калмазерское литиевое месторождение расположено в пределах арктической зоны Кольского полуострова в юго-восточной части Кольского редкометального пигматитового пояса. В пределах этого пояса, кроме Калмазерского месторождения, имеется полмостундровское литиевое месторождение, месторождение Васинмылька, Оленихребет, Ахмыльк, Шангуйское месторождение. В России литиевые месторождения редкометальных пигматитов в настоящее время не разрабатываются. Завитинское месторождение стоит в перспективе на разработку. Однако рост спроса на литий в мире привел к тому, что к месторождениям редкометальных пигматитов Кольского региона в последнее время проявляют интерес госкорпорации «Росатом» и коммерческие компании. Калмазерское литиевое месторождение слагает 12 крупных жил альбитсподуменного типа и множество мелких жил. Протяженность жил составляет до полутора километра. Мощность, видимая ширина выхода от 5 до 65 метров. Жилы прослеживаются на глубину до 500 метров. Основными минералами альбитсподуменного пигматитов являются кварц, альбит, микроклин, сподумен, мусковид. На сподумен приходится около 20%. Аксессорные берилы и минералы группы колумбита могут представлять промышленный интерес как источники бериллия, танталы, необия соответственно. В пределах калмазерского пигматитового поля, кроме пигматитов альбитсподуменного типа, развиты пигматиты полевошпатовые с бериллиевой минерализацией и пигматиты мусковид-полевошпатовые с бериллией, необий, танталовой минерализацией. Альбитсподуменовые пигматиты калмазерского месторождения характеризуются промышленными содержаниями лития, высокими содержаниями бериллия, необия, тантала и цезия. По сравнению с пигматитами полевошпатового состава, орбитсподуменовые пигматиты объединены стронцием, объединены баррием, редкоземельными элементами, итрием и цирконием. И также они имеют низкие индексы фракционирования отношения циркона гафния и магния к литию. Графики распределения редкоземельных элементов в орбитсподуменовых пигматитах характеризуются умеренно фракционированным спектром с отрицательной европовой аномалией. Аномалиевая циревая отрицательная или отсутствует. Для сравнения приведен график распределения редкоземельных элементов в редкомектальных пигматитах как тагайского месторождения. Выше перечисленные геохимические характеристики для орбитсподуменовых пигматитов колмозерского месторождения являются типичными для редкомектальных пигматитов в других регионах мира. Сподумен является основным источником лития в орбитсподуменовых пигматитах колмозерского месторождения. По данным Гордиенко, на долю сподумена приходится 97% лития от валового содержания оксида лития в пигматитах, в пигматитовой руде. И 3% приходится на альбит, мусковит, литиофилит, микроклин, кварц и берил. Сподумен, альбитсподуменовых пигматитов колмозерского месторождения принадлежит трем генерациям. Сподумен-1 отмечается в среднезернистом кварцсподумен-полевошпатум-агрегате. Он представлен кристаллами призматического облика длиной до 10 сантиметров. Наиболее распространен сподумен второй генерации, в которой образуют кристаллы призматического облика длиной до 1,5 метра. Цвет минерала сыроватый, зеленоватый и зеленоватый. Сподумен-3 был идентифицирован только в шлифах, в мелкозернистом кварцсподумен-обитом-агрегате. Исподумен-3 развивается по краям сподумена-2 или залечивает трещины в этом минерале. Микроскопическими исследованиями была выявлена фазовая и внутрифазовая неоднородность отдельных кристаллов сподумена. Среди твердофазных минеральных включений в сподумене первой и второй генерации наиболее распространены альбит, кварц и мусковит и минералы группа колумбита. В сподумене-1, кроме вышепречисленных включений, также отмечается включение микроклина, а сподумене-2 – минералы группы апатита, граната и кассетерид. Также была впервые выделена внутрифазовая неоднородность сподумене-1 и сподумене-2 при помощи микроскопических исследований. Внутрифазовая неоднородность проявлена в наличии зон и участков, которые различаются по химическому составу. Выделяются зоны с высокой и низкой величиной отношения железа к марганцу. Вот эти светло-серые зоны, они имеют величину отношения железа к марганцу в интервале от 10,8 до 17,6, а темно-серые зоны характеризуются величиной отношения от 4,6 до 9,8. Внутрифазовая однородность сподумена-3 не была выявлена. Сингетическая внутрифазовая неоднородность сподумена является результатом изменения физико-химических условий минералообразования в процессе эволюции пигматитового процесса и обусловленной заморфным смещением лития на железо и марганец. Также были проведены исследования по изучению кристаллов флюидных включений в Институте геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук. Было установлено, что сподумен второй генерации содержат многочисленные кристаллов флюидные включения. Кристаллов флюидные включения при комнатной температуре содержат кристаллы, жидкость и газовый пузырек. Большинство включений неравномерно распределены во вмещающем минерале. Были изучены минеральные фазы в кристаллов флюидных включениях сподумене-2. Было установлено, что минеральные фазы в сподумене-2 включают забоэлит, кристаллобоэлит, кальцит, слюду и неиндифицированные филосиликаты и алюмосиликат. Забоэлит и кристаллобоэлит ранее в калмозерских пигматитах не отмечались. И данные минералы интерпретируются как продукты реакции между захваченным флюидом и минералом-хозяином сподуменом-2. То есть забоэлит и кристаллобоэлит не могут применяться для характеристики среды минералообразования пигматитов. Но большим достижением определён был состав исходного флюида, который существовал при кристаллизации сподумена. Он состоял из воды, СО2 и растворённых в нём щелочных карбонатов. В сподумене методом LICPMS в трёх генерациях сподумена были изучены второстепенные редкие элементы. И анализ полученных данных показал, что во всех трёх генерациях сподумена преобладают железо, марганец и натрий. При этом сподумен первой генерации обладает низкими содержаниями железа и повышенными содержаниями марганца по сравнению со сподуменом второй и третьей генерации. Содержание натрия примерно одинаковое в сподумене первой и второй генерации, и они увеличиваются в сподумене третьей генерации. Относительно высокое содержание железа в сподумене может быть связана с замещением алюминия на железо трехвалентное, незначительным замещением лития на железо и марганец. Отношение железа к марганцу постепенно увеличивается от сподумена первой генерации к сподумену третьей генерации. Сподумен также содержит различные элементы, как вы видите, их здесь достаточно много, которых нет в его кристаллической структуре. И в пигматитах калмозера эти элементы могут быть связаны с микровключениями минералов, образованных в кристаллофлюидных включениях. Высокие содержания железа, установленные в сподуменах из калмозерственных пигматитов, являются типичными для сподуменов из редкометальных пигматитов других регионов. Например, высокие содержания железа обнаружены в сподумене из ташелгинского месторождения, из редкометальных пигматитов, расположенных в Финляндии и в других месторождениях. Но, например, во вторичном сподумене, который замещает петолит, это месторождение танка, установлены различные также примесные элементы, но доминирующим элементом здесь является натрий. На этом графике показано квадратиками это высокожелезистые сподумена. Но считается, что высокие содержания железа в сподумене оказывают влияние на его применение в керамической промышленности. Чем выше содержание железа, тем считается сподумен для керамики не очень хорошим. Был изучен химический состав калмазерского месторождения, были рассчитаны формулы сподумена, формулы сподумена близки к идеальным. Также был изучен химический состав калмазерского сподумена. Определенным методом мокрой химии было установлено содержание оксида лития в сподумене калмазерском в среднем составляет 7,44 масс процента. Это выше, чем в сподумене из Ташелгинского месторождения и сподумене из Южной Финляндии, но ниже, чем в сподумене из реткомментальных месторождений танка. На основании полученных материалов можно сделать выводы. Необходимо сказать, что сподумен является главным породообразующим минералом реткомментальных пигматитов, и он является основным источником лития в реткомментальных пигматитах. Изучение трехгенерации сподумены, которые еще были выделены Гардиента, показало, что данные сподумены по химическому составу не слишком отличаются между собой, что говорит о высоком качестве используемого сподумена для выделения из него лития. Было установлено, что разные генерации сподумена различаются по содержанию минеральных включений, то есть есть минеральные включения, которые одинаковы для сподумена первой и второй генерации, и есть такие, например, как микрокрин, встречается только сподумене первой генерации, а сподумене-2 – это минералы группы апатита, граната и касситерита. Внутрифазовая неоднородность сподумена проявлена в наличии различающихся по величине отношения железа к марганцовому. Сингентическая внутрифазовая неоднородность сподумена является результатом изменений физико-химических условий минералобразования в процессе эволюции пигматитового процесса и обусловленной заморозамещением лития на железо и марганец. Очень важным результатом исследований также является определение второстепенных элементов сподумени, потому что это очень важно для его дальнейшей переработки. Железо, марганец и натрий являются типичными примесными элементами для сподуменов различных месторождений. И в данном случае исследования показали, что очень важно, что у нас железо трехвалентное замещает именно алюминий в структуре сподумена, а не литий. И литий замещается лишь незначительно на железо и марганец, то есть это говорит о том, что сподумен высококачественный в калмозерском месторождении. Нахождение кристаллов люлидных включений сподумени 2, забуэлита и кристобаолита, ну и других, они в данном случае этих двух минералов, они ранее не отмечали с калмозерских пигматитов, восстановлено только во включениях. И эти минералы не характеризуют напрямую минералообразующую среду их образования и минералообразующую среду. Их образование происходило за счет реакции между захваченным флюидом и минералом хозяином. Такие выводы получены не только для калмозерского сподумена, но и для сподумена других месторождений, в частности, танка, что отмечено в ряде зарубежных работ. Важным достижением является определение исходного состава флюида, который существовал при кристаллизации сподумены этого адацио, 2 и растворенные щелочные карбонаты. Мы, к сожалению, не получили состав силикатного расплава. Эти работы у нас являются первыми, и работы будут продолжены, потому что мы тогда получим более полную картину, и условия минералообразующей среды, из которых происходила кристаллизация сподумена, кварца и, в принципе, пигматитов калмозерского месторождения. Авторы выражают благодарность Баяновой и компании «Холмы Кличиум» за финансирование полевых работ, Серова, Борисенко, Конокузина и Иванова за участие в полевых работах. Спасибо за внимание.